Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о игольчатом револьвере Франца Дрейзи. Данный револьвер был сконструирован немецким оружейником Францем фон Дрейзи, сыном известного военного механика, одного из основоположников унитарного патрона Иоганна Николауса Дрейзи, и производился на их собственном заводе в родном городе Зомерда близ Эрфурта. Особенностью данного оружия является успешный синтез унитарного шпилечного патрона Дрейзи и барабанного механизма питания. Взведение замка револьвера осуществлялось нажатием на спусковой крючок, то есть револьвер имел ударно-спусковой механизм двойного действия. При выстреле длинные гла через специальное отверстие в задней стенке барабана пробивало бумажную гильзу и воспламеняло лепешку ударного состава, находящуюся между порохом и пулей. Заряжание патронов в барабан происходило с помощью специального отверстия в рамке слева от ствола. Также можно было вытащить барабан путем поворота и снятия штифта. Ствол револьвера нарезной и имеет форму шестигранника. Прицельные приспособления открытые. Рукоятка выполнена из ореха, также производились версии с рукоятками черного цвета из ибеновой древесины. В нижней части рукоятки находится антабка. Главным недостатком револьвера являлся патрон с бумажной гильзой, который на тот момент устарел и постепенно заменялся патроном с металлической гильзой. Также из-за внушительного размера замка и ударно-спускового механизма барабан находится перед спусковым крючком. Поэтому револьвер имеет довольно большие размеры при довольно коротком стволе. Барабан револьвера цилиндрический, имеет шесть комор. Задняя часть комор барабана имеет лишь маленькие отверстия для прохода иглы. Храповик выполнен на задней части барабана по его наружной поверхности. Для неполной разборки игольчатого револьвера Франца Дрейзе достаточно извлечь барабан, отделить рукоятку, предварительно выкрутив винты крепления, а также открутить из направляющей части рамки иглу с пружиной. Бумажный патрон Дрейзе представлял собой капсулу, скрученную из плотной бумаги. В головной части патрона устанавливалась пуля. В донной части засыпался порох. Между пулей и пороховым зарядом устанавливался капсюль. Игла ударно-спускового механизма должна была проколоть тонкое бумажное донце патрона и пройдя через порох наколоть капсюль. Общая длина револьвера 30 см. Длина ствола 12 см. Калибр 10 мм. 0,35 дюйма или 0,39 дюйма.